Обоснованно и экспериментально все проверено. Поэтому мы так и говорим и не боимся за это. Что не выворотное будет, все будет выворотное. Только надо изначально правильно, потому что трудности у вас возникнут потом, когда они будут поднимать ноги вот в таком положении. Только за счет того, что вот так вот поднять ногу намного сложнее. Тут не тянется ничего. Поэтому маленькие у детей изначально тянет пятка и бедра. И когда тянем, смотрим, конечно, на бедра большое внимание. Садитесь на поперечный. Поперечный, естественно, мы смотрим, выворотное положение. Стоп, пятки вперед. Ну, это, конечно, идеальное исполнение. Опять же, можно посмотреть, насколько это все идеально. Просто вывернув ей ноги, взяв, и попробовать немножко на себя. Насколько это все туго и насколько это можно еще больше разбить, растянуть. Мост мы смотрим, конечно, у нас по нормативам идеальное, это когда пятки пальцы вместе, это пятерка. Они у нас на занятиях делают захваты. То есть вот это, в принципе, идеальное исполнение на пятерку. Теперь отойдите. Разойдите. Грудной отдел и подвижность к плечевому поясу мы покачиваемся. Мы делаем вот такие покачивания. Выправляем ноги. Работают плечи. Голова, голова. Сюда, сюда. И голова. То есть вот такое оружие. Для координации встанем. Для координации используем хальвомостик. То есть хальвомостик и так же разбивают чилипот. И плюс к этому еще надо нам согласовать руки-ноги, что у нас получается очень сложно. И не всегда с первого раза. Следующее мы смотрели равновесие. Маленькие дети у нас стояли. Руки в сторону. Тлощадь обороны больше. Большие, руки на пояс совсем и с закрытыми глазами. Просто цапелька. Просто цапелька. То есть высоко ногу калили. И закрывали глаза. То есть для 10 лет это где-то, ну, секунду 10 они должны стоять спокойно. Маленькие, естественно, они с закрытыми глазами еще не стоят. Все, хватит. Они не стоят за этот год. Вроде в сторону площадь опоры. Но тут смотрели опять же. Насколько они могут включить сразу на работу опорную ногу. Потому что когда нога включается, можно стоять очень плохо. Насколько вот дети изначально могут правильно это и рамо на стерд. То есть мы, в принципе, свою нормативную открывали, с вами не сказали. Так же, как просили просто пройти на полупальцах по прямой и при этом работали руки в разных направлениях у нас. На 8 в счетах. При этом смотрели, как они шли. То есть многие дети вроде бы, мама с папой сказали, ты же там с носка выбором найди. Как только ребенку даешь расслабиться, встань на носочек и пройдись по прямой. И тут сразу уже видно, что у нас пятки ручные и нам такие проверки не нужны. И потом самое, как бы, элементарное, это просто прыжочки руки на пояс по шестой позиции. Просто прыгни на завесы рукава вверх. То есть прыжочек. Элементарное, как бы, упражнение, да? Смотрели, насколько у нее толчок, фаза полета, насколько она может зависнуть. И фаза приземления, насколько мягко это все создается. То есть, в принципе, все элементарно просто, но, как выяснилось, очень много проблем, очень много ошибок. Дети не умеют у нас прыгать. К сожалению, оказалось, особенно маленьким, да, они не понимают ни координации, совершенно. Поэтому, а когда нет координации, в принципе, если к шести годам у нас координация, нет природной координации, то, в принципе, очень сложно потом что-то не делать. Можно что-то улучшить, но развить уже очень сложно. То есть, в принципе, вот ничего сложного, все элементарно просто, но у детей сразу видно, насколько этот ребенок подходит, а насколько нет. Вот именно так же, как и нам, для профессионалов, как детей, и так же, как и мамы, и в коллективе. А вот рост учитывается у вас? Рост учитывается. То есть, в основном стараемся убрать людей высоких. Но у нас, хотя бы, в каждом из них есть, и там были маленькие. Ну, вот просто мы были, да, на уроке. Там, как бы, класс, я так поняла, пятый был, да, и детки там были разноросные, такие маленькие. Дело все в том, что получилось это потому, что мы в этом году в качестве эксперимента взяли некоторых девочек, которые с повтором год. Естественно, они по сравнению с такими, как вот, детьми. На год старше они уже, как бы, естественно, и выглядят уже немножко повзрослее. Вот у нас есть такие дети, которые с повтором года, и они старше. Но это только была бы такая работа. А скажите, пожалуйста, а сколиоз – это приговор для девочки, если вот она как бы таланта, которая любит? Смотря какая форма, потому что на втором зоре смотрят ортопеды, все врачи, и мы, естественно, тоже не консультируем. Смотря какая форма сколиоза. Сколиоз тоже бывает раз. Поэтому, в принципе, это не приговор, но вот же, если вы знаете, что у ребенка сколиоз, то есть, что надо что-то делать, и как-то с этим бороться, и что-то можно исправлять. Как у нас есть девочка, да? Мы только ее вспоминали, которую я очень хотела. И за лето она исправила с воскосторжением. С воскосторжением. То есть, ее... Она сделала себе жажду постраживанию поступить, в конце концов, что-то. То есть, как бы, где-то все равно. С воскосторжением. То есть, она так с собой села и за полгода, и за 10 лет. Сама? Сама. Реально сама. Она показывала, просто она вконтакте, вот она, все стадии, что она делает. Ну, когда я послала мне фотографии, фотографировала, послала фотографии, стадии, это я... Ну, я не мог не оценить там, кто-то, такого рвения страшного ребенка. В конце концов, приехали и консилирум, для технических... Исправление просто остальное для наших готовых, это важно. Ну, вот. И в конце концов, консилирум не я решал, все, и довольны, что к этому времени мы это ребенок берем. Не зная проблем, я никому не говорил, вот сейчас я говорю об этом, во-первых. И что она делала? И что это делала? Она ходила в супинатор, у нее был супинатор, то есть, такой супинатор, и... И все вот, гимнастические эти вещи, просто она вот их спала, вот, истязание, вы знаете, такое вырабатывание, подъем, бесконечное рельеф, выгибание в другую сторону, вот эти все вот эти вещи, ну, вы знаете, да? У нас, как бы, помимо того, что, несмотря на такое, опять же, плоскостопие, это можно заниматься и лечебной физкультурой, да? И, как вот раньше, катать мячики, бутылочки, карандашики, перебирать, платочки собирать, то есть это все относится именно к лечебной физкультуре. И, это, но, опять же, носить одни стельки и ничего при этом больше не делать, это тоже, как бы, по-другому, как бы, мы используем, в основном, вот, партерные, как говорится, занятия разминками, на тени стопы. То есть элементарно, вот, работа стопы, элементарно, да, напряжение, да, давай, по шестой позиции, пальчики вместе, да, вот, просто вот все, что, давай, вверх, вниз, просто вот эти вот все движения, в первую позицию раскрывания, то есть вот это вот все, это идет, во-первых, на укрепление связок и на вырву, но это, опять же, должно быть, вот, на максимум, не то, что расслабленность ногами, только когда будет, вот, так, чтобы сводило прямо, такое напряжение в стопах, тогда, вот, какой-то, будет результат. Потом, вот, ногу в косичку везли, то есть мы выворачиваем вот так вот еще, стопы, как бы, они сами, они чувствуют, потому что одно дело, когда мы подходим и не чувствуем, мы можем повредить случайно, другое дело, когда они сами.